приветствую вас на канале ты теперь знаешь 2 августа по народному календарю отмечается народный праздник ильин день православная же церковь в этот день почитает память ветхозаветного святого ильи пророка который жил во времена язычества в израиле и ревностно проповедовал христианство пророк или я один из самых известных людей в истории человечества и один из наиболее почитаемых святых как в православной так и в католической церквях святой или я родился за 900 лет до рождества христова в момент рождения ребенка у отца или и было видение в котором ангелы небесные пеленали и кормили малыша огнем это видение стало пророческим когда илья немного подрос он ушел жить в пустыню где много молился и соблюдал строгий пост позже он был призван на пророческое служение и начал борьбу с нечестивыми поступками и уходом от истинной веры или еще называют предтечи сына божьего так как почти за тысячу лет он во имя бога совершал чудеса и обращал язычников к праведной вере пророк илья считается одним из самых строгих пророков а согласно святому писанию его молитвы возвращали к жизни людей пророк или я один из трех святых взятых на небо живьем по легенде его унесла туда огненная колесница согласно предсказаний перед концом света илья спустится на землю на колеснице и три раза объедет землю предупреждая всех о страшном суде 2 августа хороший день для посещения церкви сегодня в православных храмах проходят божественные литургии а также устраивают праздничный крестный ход и верующие как правило стремятся принять участие в этих мероприятиях в этот день принято обращаться к пророку ильи с молитвами о семейном счастье о замужестве здравии о помощи а также о хорошем урожае и дожде поскольку считается что илья наделен властью над силами природы пророк илья помогает справиться с любыми трудностями будь то нехватка материальных благ психические или физические болезни считается что он способен отвести от человека внезапную смерть и в этом постоянно убеждаются верующие ильин день это последний летний праздник он считается сердитым и даже опасным если в день или пророка идет дождь с грозой нужно обязательно зажечь свечу перед иконой согласно поверий это поможет уберечь дом от молнии сильные грозы наши предки выставляли на подоконнике хлеб и соль чтобы задобрить святого и все стихии которые вверены ему а если в дом все же попала молния то тушить огонь сначала нужно было молоком или сывороткой а потом уже водой было замечено что в день памяти пророка ильи всегда идет дождь наши предки считали что дождь в этот день благодатный и что попасть сегодня под ливень это к добру а если умыться целебным дождем то можно избавиться от сглаза и точно можно не беспокоиться о здоровье минимум в течение года также наши предки говорили что в этот день лето длится до обеда а после наступает осень кроме того согласно их наблюдениям с этого дня насекомые больше не кусают людей и животных поскольку впадают в спячку издавна илья считался покровителем семейных пар а потому 2 августа традиционно играют свадьбу люди верят что венчание в этот день принесет в семью богатство и счастье ильин день считается не только праздником верующих но и переходом от лета к осени когда постепенно уменьшается световой день и заканчивается купальный сезон с этого дня перестает купаться в открытых водоемах потому что илья воду остудил и вода становится уже слишком холодной в народе говорят илья пророк в реках воду мутит или до ильи люди купаются а затем с озером прощаются по преданию илья ездил по небу на лошадях а одна из них уронила свою подкову именно над водоемом она упала в воду и сделал ее очень холодной есть еще одна причина запрета на купание мистическое люди верили что нечисть русалки и водяные скрываются от ильи в воде и они обязательно затянут ко дну и утопит человека который решится зайти в реку или озеро на илью поэтому в этот день лучше не заходить в воду без особой нужды а также не ловить рыбу на прудах и реках также считается что после купания в этот день можно очень тяжело заболеть в праздник ильи нельзя работать на огороде или в поле иначе пророк может поразить такого человека молнией единственная работа которая допускается в этот день это осмотр ульев и первое подрезание сотов на пчельники по легенде злая сила боится пчел и не полезет к ним на илью существует запрет работать но он не распространяется на заготовку трав поскольку в этот день они обладают особой целительной силой ранним утром женщины отправлялись в поле чтобы собрать целительные растения которые потом следовало засушить и использовать по мере необходимости в течение всего года в старину в канун илья на дня наши предки проводили окуривание огорода скота полей и собственного жилья ладаном они считали что это застрахует их от попадания молнии также 2 августа в день грозного пророка ильи не выпускали на пастбище домашний скот а еще в ильин день проводили коллективный праздник брачину в качестве угощения всем гостям предлагали барашка или бычка в этот день пиво лилось рекой поскольку считалось что она может избавить от многих проблем женщины же сегодня пекли из новой муки хлебцы которыми угощали всех родных и близких а также соседей и прохожих на главной площади устраивались гуляния пели песни и водили хороводы в ильин день обычно проводят обряды и читают заговоры чтобы в будущем иметь богатый урожай 2 августа надо взять семена и сказать на них такие слова батюшка илья благослови семена к пророку илья обращались за помощью и молодые незамужние девушки они просили у него найти свою настоящую любовь и удачно выйти замуж для этого девушки заранее вышивали белый платок красными маками а 2 августа брали его в храм где стояли утреннюю службу а после подходили к иконе ильи пророка и проговаривали такие слова ниточка в иголки стежочек стежочек получился платочек он не простой а вышит мной дам я тебе его илья только подари мне парня статного красивого умного и любимого будем жить с ним поживать семью крепкую создавать подарок возьми и просьбу мою выполни затем шли из храма на полянку и вешали платок на любом дереве с мужским названием тополь дуб или ясень уходили не оглядываясь пока не переступит порог своего дома по поверьям наших предков на 2 августа существуют запреты которые говорят о том что можно делать сегодня а что отложить на более поздний срок чтобы привлечь удачу и избежать несчастья и главный запрет или на дня это запрет на купание от греха подальше надо держаться в стороне от рек и озер даже отдых на пляже или рыбалка считаются в эту дату нежелательными однако можно принять душ посидеть в ванне сходить в баню или посетить бассейн говоря о поверьях связанных с этим днем нельзя не упомянуть о тех что касаются злых духов как говорили мудрецы не чистое активизируется не только в водоемах потусторонние силы могут выходить на улице и принимать обличие животных как диких так и домашних ни в коем случае сегодня нельзя впускать в свой дом незнакомых кошек или собак не исключено что под их личиной к вам проберется зло по этой же причине не стоит в эту дату выпускать на прогулку своих питомцев под их видом к вам может прийти нечистая сила 2 августа запрещено трудиться день почитания ильи пророка полагается провести с уважением к святому чтобы его не прогневать лучше отложить дела на более удачное время старину крестьяне и сами старались не работать в этот день и за соседями следили наши предки считали что нарушивший запрет может навлечь гнев ильи пророка на все село в ильин день нельзя смотреть на себя в зеркало особенно этот запрет касается больных людей а также стариков считается что 2 августа из-за зеркалья лезет всякая нечисть и вытягивает у смотрящего в зеркало всю энергию не рекомендуется сегодня надевать дорогие украшения суровый илья обязательно накажет за хвостовство своими богатствами драгоценности потеряются или их украдут а также хвостуна впереди будут ждать большие проблемы финансового характера 2 августа нельзя смотреть на собственную тень это чревато проблемами со здоровьем в ильин день нельзя чтобы в доме где есть больной был беспорядок иначе заболевший никогда не поправится нужно накануне все тщательно убрать а утром обрызгать углы святой водой а еще сегодня нельзя прогонять гостей это считается дурной приметой кто бы ни оказался на пороге вашего дома его следует встретить гостеприимно и хлебосольно в этот день вы можете прочитать заговор чтобы быть здоровым для этого надо дождаться дождя он обычно всегда идет 2 августа встать под него и сказать такие слова заговора или на вода исцели меня пусть уйдут мои боли чтобы не знать горя пусть уйдут недуги которые крутят ноги руки пусть уйдет тоска что не дает мне житья илья помоги меня от болезней обереги после надо набрать немного воды в пригоршню и трижды умыться а после обтереться подолом вещи попавшие под дождь не стирать пусть высохнут их надевать еще два дня считается что после такого ритуала болезни очень скоро уйдут и долго не вернуться на этот день существуют народные приметы и вот некоторые из них если в ильин день гром долгий и нерезкий то стоит ждать непогоду а если короткий и отрывистый значит будет ясный день обильный дождь на илью это к большому урожаю пшеницы облачное утро в этот день сулит ранний и богатый урожай озимых если ко второму августа поспеет черника то тогда можно собирать и рожь если в ильин день нет дождя значит следует ждать засухи до середины сентября на илью часто бывают воробьиные ночи когда гроза столь сильная что птицы теряют ориентацию животные не могут найти место от беспокойства а человеку сложно уснуть если у вас в семье финансовые проблемы то 2 августа можно обратиться к илье и провести ритуал чтобы появились деньги для этого необходимо взять пятикопеечную монету и бросить ее на пол приговаривая такие слова илья пророк ты мне не раз помог и сейчас помоги деньгами подсоби есть у меня пятак прошу тебя сделай так чтобы он превратился в десятку а она уже народит мне материальные достатки монетку забрать и спрятать там где хранятся деньги она притянет к ним и другие купюры тем самым увеличит достаток и обеспечит безбедное существование также в этот день для достатка говорите еще такие слова я могущественный творец своего прекрасного и изобильного мира с каждым днем я привлекаю к себе все больше и больше денег я с радостью принимаю божественное благополучие для себя рожденные в этот день это настойчивые амбициозные и целеустремленные люди уверенные в своих силах они никогда не позволяют общественному мнению влиять на ход своих мыслей и никогда не изменяют себе это яркие люди которые затмевают всех вокруг они общительны дружелюбны и всегда находятся в центре внимания их природное обаяние притягивает к себе окружающих день ангела 2 августа отмечают мужчины с именами аврам александр алексей афанасий георгий ефимий илья иван касьян константин казьма леонтий николай петр а также савва сергей тихон и федор самые опасные сны снятся накануне или на дня если вам приснился в это время дурной сон то он обязательно исполнится чтобы отвести несчастье нужно как только вы проснетесь сразу же сказать страшен грозен сон пропади милостивый боже во спасение приди и как звезды в солнечных лучах тают так пусть страшен грозен сон исчезает сегодня тот самый благословенный день когда можно полежать в кровати подольше погулять и почитать в свое удовольствие вам повезло если можно отложить работу воспользуйтесь случаем и проведите этот день в спокойном ритме и неспешных размышлениях о себе этот день призван помочь вам восстановить силы символ сегодняшнего дня колокол стихия дня земля счастливое число сегодня 8 а счастливый цвет дня лимонный желтый и золотой благодарю вас за внимание не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых фильмов я благодарна каждому из вас за поддержку канала всем мира добра благополучия и конечно же крепкого здоровья до новых встреч на канале ты теперь знаешь